7 октября 2020 года, 18.30. Нахожусь на центральной площади имени Ленина, города Орла. Решил немножко прогуляться. И уже отсюда вижу, как переливается красками, разными цветами. Наш замечательный поющий фонтан. Да, наступает осень, хотя сейчас еще тепло. Температура 15 градусов, ветра нет. Вот люди спортом занимаются, совершают вечернюю пробежку. Молодцы. Гостиница Салют. Там работает фитнес Максимум, по-моему, называется. Кстати, видно, там люди ногами машут на втором этаже. Свет горит. А это связь банк. Хороший банк. Главпочтамт. Там светится огнями улица Ленина. Правительство области. Здесь заседают народные депутаты. Памятник Ленина стоит. Ленину ребята на велосипедах отдыхают. Вот такая у нас атмосфера покоя, тишины. После трудового дня сегодня, в среду, люди возвращаются по домам. Драмтеатр, конечно, жалко. Стоит пока без действия из-за коронавируса. Вот видны часы городской администрации. Они показывают 18.25, гостиница «Русь», трибуны, табло электронное, на котором демонстрируются матчи, которые сопровождают разные события в городе Орле, массовые. К сожалению, тоже сейчас не проходят они из-за коронавируса. В этом году особенно сильно распространилась мода на электросамокаты. Люди катаются, молодежь, дети, подростки. Самокаты такие красивые, светятся. И вообще самокаты не обязательно электрические. Ну, не знаю, много ли в них пользы. Мне кажется, ногами полезнее пройти, чем свалиться с этого самоката. Ну, если осторожно, вот люди. Конечно, молодежи это интересно, кататься на электросамокате. По мне, я бы лучше прошелся, чем стоять на одной ноге, а другой тормозить. Или вот велосипед. Совсем хорошо. Энергию человек вырабатывает сам усилиями своих мускулов. Это, мне кажется, более экологично. Ну, в общем, это на любителя. У нас тут по Орлу даже и на моноколесах люди катаются, и на гироскутерах. А в парке, кстати, вот на роликах часто я вижу, катаются на велосипедах, BMX-ах. Трюковые такие велосипеды усиленные. Хорошо, когда человек сам вырабатывает энергию, которую потребляет. Меня, например, вот поразил планер, перелетевший Ла-Манш, который двигался посредством мускульных усилий пилота, посредством велопривода. Представьте, вот не знаю, планер это или самолет, но, в общем, летел такой самолет. Пилот крутил педали ногами, и за счет этого он, собственно, и развивал свою скорость. Ну, я довольно давно, несколько лет назад это увидел, и меня это поразило. Как здорово велосамолет, представляете? Вот. Далеко, конечно, человеческая мысль ушла за какие-то сто лет. В 1920 году о таких вещах, как сотовый телефон, телевизор, люди не знали, что такое возможно. Не говоря уже об электросамокатах. Да что говорить, вот в моем детстве такого замечательного поющего фонтана даже не было. А теперь их три, вот здесь, рядом, в центре. Один в парке центральном, и два на берегу, в детском парке. Фонтан Кони и сухой поющий фонтан возле почтового переулка. Я уже снимал как-то видео, три фонтана, прогулка. Так, мы на подходе к нашему любимцу. И нас встречает вот это сооружение, как бы арка что ли, не знаю как это называется. Городской парк. Вот как это называется? Арка, не арка, не знаю. В общем, вот эти сооружения. Очень красиво подсвечено. Вот интересно, что это за камень такой лежит, кто знает. Напишите в комментариях. Камень красивый, но назначение его непонятно. Ни таблички никакой, просто камень посреди газона. Но камень красивый. Так, а какую-то музыку играет наш фонтан сегодня. Какая-то легкая такая, ненавязчивая. Но переливается он на славу. Вероятно. Пока тепло, мы можем наслаждаться зрелищем этого фонтана. На вечерних прогулках, но не за горами осень холодная и ранняя зима, тогда его скорее всего отключат, упакуют до следующего сезона. А пока смотрим, отдыхаем, радуем свой глаз, свой взор. Замечательными переливами, разными цветами. Меняющимися, по-разному освещающими струи воды. Замечательными переливами, разными цветами. Кто из жителей Орловщины еще не побывал, не посмотрел наш замечательный поющий фонтан? Поторопитесь, скоро зима. Работа фонтана будет приостановлена. Работа фонтана будет приостановлена. Работа фонтана будет приостановлена. Работа фонтана будет приостановлена. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня сегодня очень приятное настроение, потому что утром дали тепло. И в моей квартире стало теплее. Хорошо, что мы заранее готовимся к зиме. Все у нас идет по плану. Пусть это видео будет длинным. Потому что скоро, думаю, фонтан этот отключат. Будем его пересматривать. Вспоминать лето, теплую осень. И зима пройдет быстро. Продолжение следует... Продолжение следует... Как будто сказочные разноцветные грибы. Эти воронкообразные струи. Вот этим ракурсом я и завершу наше видео. Всем пока. Подписывайтесь на канал Дмитрий из Орла. Подписывайтесь на канал Дмитрий из Орла. Дмитрий из Орла. Подписывайтесь на канал Дмитрий из Орла. Дмитрий из Орла. Продолжение следует...